привет девчонки сегодня мы будем рассматривать с вами разные тени для век которые я очень часто использую именно осенью некоторые только осенью это и палетки это и какие-то монотени мы с вами будем делать сводчи и давайте уже приступим правда сегодня в этом в этом году я планирую это видео сделать намного раньше но как-то вот не получалось и теперь я точно знаю уже осень скоро подойдет к концу чем я пользовалась пользоваться вообще эту осенью конечно про любимчики осени вы узнаете в отдельном видео о фаворитах но сегодня вы мы рассмотрим просто все тени которые у меня есть и которые я вытаскиваю именно к осени и первая палеточка которую я не первый год сразу достаю осенью это вот эта палетка all about это первые серии all about от essence в этой коллекции не все палетки были хорошего качества некоторые были просто вау а некоторые были ну я от них избавилась те которые мне не очень нравились вот эта палетка это прямо моя любимица от нее никогда не избавлюсь она просто когда-нибудь закончится all about sunrise называется эта палетка мне кажется ее уже нигде невозможно найти ну потому что довольно таки они на старое в этой палетке конечно вот эти вот такие розоватые оттенки можно найти в других палетках и их я использую не обязательно осенью но вот эти два оттенка я хочу вам показать потому что они не обыкновенны посмотрите какая шикарная пигментация у этих оттенков они необыкновенно бархатисты такие чуть ли не кремовые но при этом у них пудровая текстура даже не знаю как объяснить необыкновенно красиво смотрится на глазах просто обожаю вот если бы essence выпустил вот этот оттенок как в каких-нибудь лимитированных коллекциях или в постоянной коллекции я бы сразу купил несколько оттенков потому что ты настолько красивый ярко-золотой оттенок у меня ни в одной палетке нету такого оттенка и если я когда-нибудь найду что-то похожее приближенное то конечно я сразу приобрету себе в этой палетке конечно достойны упоминаний другие оттенки хотя речь у нас идет больше таких осенних цветах очень красивые хорошо пигментирована то есть очень удачная палетка если бы они эссенспири выпустили бы я бы наверное не удержалась и купил бы несмотря на то что видите углубление есть но я предпочитаю пользоваться именно когда вот очень уж хочется таких оттенках накраситься экономию скажем так я бы наверное соблазнилась и купила следующую палетку которую мы хочу показать это от мэйбелин 24 карат ньотс их палетка я планировал ее использовать очень активно осенью но как-то у нее идет только один оттенок здесь есть и красивый коричневый и другой такой интересный коричневый которого в другой палетке нет вроде есть такой красноватый но они как-то не вызывают мне вообще никакого интереса но вот этот вот это просто что-то с чем-то я бы наверное вот именно опять же таки его отдельно купила здесь тоже уже есть такое углубление до дырочки в принципе еще далеко сейчас сделаю вам swatch тоже такой золотистый но уже более темный если сравнить с золотистым оттенком из этой палетки он более такой сейчас вы увидите более такой желто золотистый видите разница какая так здесь также есть вот эти вот коричневый есть зеленый который бы тоже пошел в принципе неплохо на осень но как-то как-то нет как-то не очень у меня из этой палетки идут ну может быть я еще еще распробую как-нибудь может быть даже она перейдет в зиму у меня не знаю следующая палетка это палетка никс и у нее название сейчас мы с вами посмотрим она вот здесь короче вот эти буквы и 08 color you если правильно произношу очень красивые оттенки я ее безумно полюбила когда она мне только появилась в коллекции пользовался весной хотя но это было не совсем в тему но вот сейчас осенью она прямо то что надо это же я ее люблю использовать хотя они слишком часто тени в этой палетке шикарно тушуется мне нравится пигментация короче девочка не стоит своих денег если конечно вы приобретете их по скидке то это вообще шикарно вот эти три оттенка просто вау сейчас оранжевый такой красновато бордово-коричневый и коричневый такой так перенесем на руку кажется что они крошится на самом деле просто их сделал набрала так пальцем если их набирать кисточкой то они не крошится особо очень классные оттенки и у меня в принципе есть макияж с этой палеткой поэтому в принципе вы можете поинтересоваться и посмотреть там классная палетка ни чуточки не жалею что я ее купила следующая палетка которую я вам покажу это от make up revolution и эта палетка neutrals neutrals их серия сейчас у них еще больше вышло палеток но мне вполне хватает вот это то есть другие в таких красных оттенках я не сам не собираюсь приобретать от make up revolution я считаю что чтобы попробовать и поэкспериментировать у меня достаточно красных оттенков и больше мне не надо вот отсюда я конечно обожаю сейчас использовать вот эти оттенки с ней у меня с этой палеткой тоже есть макияж который я делала кажется называется собираюсь театр что-то в этом роде розовый оттенок такой нюдово оранжево-коричневый более интенсивный розовый и такой красноватый здесь есть также нюдовые они все же девочки они классно пигментированы эти тени сейчас мы перенесем их на руку опять же таки знаете они не крошится это просто потому что я так набираю просто шикарные они вот эта вот верхушка все весь верхний ряд у них такой знаете какой матовый так сейчас я хотел еще вот этот вам показать тоже коричневый его тоже использую так также мне нравится и более такие шиммерные оттенки из нижнего ряда нет здесь вот два еще есть матовых и и вот другие такие нет не шиммерные знаете они металлические вот этот сатиновый и вот этот наверное такой с блестками я даже бы его наверное шиммерным не назвала тоже похож на тени из палетки naked очень мне нравится конечно вот эти вот кремовые тени и их я в основном использую из этой палетки когда осенью делаю какие-то макияжи тени очень хорошо пигментированы и вам их нужно совсем чуть-чуть то есть расходоваться они вас не будут очень быстро палетка полноценная как видите там есть и матовые оттенки и вот любой вкус скажем так только главное чтобы вам оттенки нравились все в этой палетке следующая палетка тоже от маяка revolution iconic про и это iconic про 2 до здесь есть пару оттенков только которые я люблю использовать сейчас осенью а так в принципе эта палетка которую можно использовать и зимой тоже то есть вот этот оттенок такие сини-серые у меня вот но вот такие вот у меня обычно настроение зимой а здесь мне нравится вот этот зеленый вот это такой коричневый чуть-чуть бортовый мудовый коричневый и такой розовато нюдовый так они смотрятся в принципе если их наслаивать вот будет вот совершенно так же как на пальцах переносятся они тоже неплохо на руку кисточкой тоже на самом деле неплохо переносится еще один оттенок который мне тоже сейчас нравится это вот этот вот матовый такой фиолетово-бордовый блин блестки уже не стираются надо заменить ватку очень красивый оттенок тоже очень мне нравится качество теней makeup revolution практически где-то 85 процентов у них шикарное качество палеток ну по крайней мере я могу говорить конечно тех которые у меня есть еще одна такая осенняя палеточка это revlon color stain not just nudes и эта палетка называется 01 passionate nudes я должна вам сказать я вам обещала сделать обзор на две палетки которые мне есть от revlon четверки меня вообще не привлекают я считаю что цены у этой марки слишком завышены у них не такое шикарное прямо качество знаете чтобы чтобы я потратила те цены которые они предлагают на свою косметику вот эти палетки я приобрела с очень очень хорошей скидкой мне кажется я не знаю сколько процентов где-то с 30 процентами наверное это палетка для ежедневного макияжа если вы хотите делать не очень яркий макияж то есть чтобы глаза смотрелись очень яркими но при этом не сразу бросалась глаза что вы сделали макияж что у вас накрашены глаза вот для такого случая эта палетка очень классная потому что сначала меня это раздражало что я красилась и не видно было то что я накрашена я не могла понять почему она мне не нравится потом я думаю может быть она плохо пигментирован нет она хорошо пигментированная сейчас вам ее покажу такие вот оттенки которые я наверное сейчас чаще всего использую такие но когда вы переносите их на века и начинаете растушевывать они становятся намного пледнее наслаивать приходится много долго во сне тоже получается как бы много если вы хотите с этой палеткой сделать яркий макияж а вот такой вот более нейтральный макияж получается с ней очень и очень неплохой но за полную цену я бы наверное не стала честно вам скажу покупать эти тени вообще меня стенд у нас сейчас в магазине rossman появился стенд если не ошибаюсь и ревлон и кажется даже риммль на насчет риммль не уверена но ревлон да и совершенно не привлекает как только гляну на цены так сразу бегу и пятки сверкает бегу сразу в essence утешаться или даже в катрис следующие тени которые я вам покажу это будет четыре палетки от катрис и первый это мой старичок абсолют мед у него такие я бы не могу не могу сказать что они шиммерные но и они не совсем какие-то сатиновые сейчас я вам сделаю свочи может быть у кого-то эти тени были и вы помните какие они вроде как сатиновые но есть у них и блестки такие гурбовастенькие и и вот осенью я с удовольствием ею пользуюсь беру иногда только два-три оттенка из этой палетки конечно чаще всего я тогда использовала вот это вот эти два оттенка такой желтоватый и розовый ну и это была одна из моих наверное первых палеточек и конечно мне тогда сложно было ее пользоваться полноценно потому что честно сказать на тот момент я вообще не очень хорошо умела краситься то есть очень у меня неудачные были макияжи часто я часто психовала вот а сейчас конечно я наверное могу накраситься практически любой палеткой любым качеством теней следующая палетка это софт металл к сожалению она так и не вышла на международный рынок и была выпущена в ки только для немецкого рынка это не во всех магазинах то есть ее не было ни в магазинах дм не в магазинах ростман где обычно люди покупают я ее купила в магазине мюллер несколько дней думала покупать или нет и потом купила это металлические тени они немножечко такие сыпучие но у них необыкновенно красивые оттенки они все в таких более розовых тонах сделаны скорее всего знаете это как мама палетки вот этой но если вот здесь более такие бронзовые оттенки вот здесь именно такие розовые она классно смотрится на глазах мне очень-очень жаль что да что к сожалению смотрите какая пигментация вообще шикарная необыкновенная пигментация по-настоящему металлические оттенки настолько настолько нежные настолько деликатные и в нанесении тоже деликатные просто просто вау оттенки ни чуточки не жалею что это то купила и я на самом деле не только осенью пользуюсь иногда и летом бывает и зимой и весной необыкновенной